Дорогие друзья, высмеивают у нас здесь английские комментаторы Бьёрксона. Дело в том, что Бьёрксон после того, как они отыграли свой чемпионат и попали в онлайн вот эту систему, Бьёрксон начал сбривать себе все волосы. И они сейчас говорят, что Бьёрксон даже на лосы уже подстригся, потому что ухаживать за своими волосами очень тяжело, когда вы сидите здесь и не можете в парикмахерскую сходить, а Бьёрксон, привыкший именно к барбершопам очень таким продвинутым, он, видимо, совсем не смог, он чуть ли не на лосы сейчас побрился. Они сейчас высмеивают его, что вот она, Бьёрксона, настоящая игра. Наконец-то он может играть агрессивно, он там на своём Сайласе показал, и Сайлас, ну, мол, ему подходит, может быть, хватит его ставить на контроль магов и просто тащить и убивать. Ну, а вообще у нас партия ещё 2-2. Записи я решил всё же на основной канал Ютуба выложить. Вот они сейчас все загружаются. Надо будет там потом ещё с этими, с хэштегами со всеми этими разобраться, потому что у меня здесь на другой контент это всё рассчитано. Ну, будем надеяться, что нормально всё будет на Ютубе в дальнейшем. Что касается происходящего сегодня, это последняя игра у нас осталась. В любом случае, да, действительно, Роксы победили команду Unicorns of Love. Я не посмотрел ещё, что здесь произошло. Давайте сейчас на драфтик заглянем, потому что кто-то там попросил посмотреть, что там в драфте было. Давайте глянем. Интересно, интересно. Агрессивное начало было через Акали с Лисином. Они выиграли, получается, рано игру? Нет. А как так лейтгейм они проиграли? Потому что Мисс Фортуна не придумала, как защищаться. Потому что Мисс Фортуна решила через Хекс Дринкер дефендиться против Акали. Хотя у них был Тарик. Риксай проиграл Алисину, видимо, и Босс проиграл 0-6. Но это какой-то разгром, видимо, был по золоту. Но всё равно очень долго за счёт своих чемпионов отбивалась команда Unicorns of Love. Но, к сожалению, выиграть не смогла. Ну, к сожалению, для них. К счастью, наверное, для команды Рокс и болельщиков команды Рокс. Потому что вот этот сетап не должен был в лейтгейме, конечно, тут побеждать. Слишком мало синергии. Слишком слабые тимфайты. Тут одного Корки попробуй убей. У него там тонна ХП. Phantom Dancer с двух автоатак он должен был вообще и Акали эту разрывать. Просто нажимая Ешку, две автоатаки, кушка, всё, она мертва. Но, видите, Ананасик слишком отставал сильно по золоту. Минус 4000 топпер, минус 4000 мидер наравне. Но даже впереди. И Гаджет отставал тоже почти что минус 4000. Это зарешало очень сильно. Ну и прилог к победе. Вообще, первый килл произошёл на шестой минуте только. Ларджи скиллинг при шестой минуте. Скиллов подряд, мультикилл три килла. Скоро игра продолжится, да? Через пять минуток. Ну а в игре за мани, игра за деньги, победила команду. Ооо, тут я смотрю, вас намучили, ребят. 66 тысяч на 66 тысяч. И это выкидыш был. С 9 тысяч синяя команда всё отдала. Но всё равно победила. Драфт у нас какой получается. Это тимфайтовая комбинация, которая должна была закончиться в мидгейме. Но, видимо, им не хватило преимущества в 9 тысяч. И они выиграли только здесь игру. Потому что тут лейтгейм очень сильный. Да-да, тут очень сильный был. Детгейму команда М19, они должны были как раз только отстать. Но где-то на 36-й минуте они совершили ошибку. Скоро всего, по драконам была ошибка, да? Да, четыре дракона, четыре души против ни одного дракона, да? Нет, два дракона было. А-а-а, там Маутен Душа. Маутен Душа, ну да. С Маутен Душой, конечно, не повоевать. Тут просто нереально танковая Поппи была. Даже Варусом со своими онхит эффект предметами. Три предмета на онхит. И всё равно это ему не помогало. То же самое касается КСиопе. У него там процентного урона выше крыши. Но всё равно там Поппи какая-то нереальная. Танковая Блада, я думаю, если мы сейчас глянем на танковость Поппи, охренеем, да? Дэймэн Штейкин, не охренели мы с вами. Потому что Поппи, Айухару, как будто её не было в игре вообще. Чё это такое? Чё это такое? И серьёзно, чё за бред? Победил Картес. Он был молодцом. Айухару был тем, кто гоняется за концом. Как думаете, кто выиграет? Там 2-2. Очень сложно определить так. В Турции что у нас? Давайте посмотрим. Эта неделя завершилась. У них ещё одна неделя будет. Да, ещё одна неделя. Не, подождите. А, у них недели играются в понедельник и вторник. Что? До этого же суббота, воскресенье было. У них траур какой-то, видимо, в Турции. Кто-нибудь знает что-нибудь про Турцию? У них в понедельник и во вторник игры. Почему-то перенесли. Ну, это очень похоже на траур в стране. Поэтому перенесли. А чё за траур, что случилось в Турции? Может, там здание какое упало? Самолёт упал. Всегда такая фигня. Неприятная. А, чё, в АПЛе? В АПЛе уже плей-офф идёт вовсю. Чифтейны вылетели в нижнюю лигу. А LGC, это которая Legacy Esports. Ну, они с Дайрвульфами, либо Чифами будут в финале играть, да, скорее всего. Хотя Ордер же тоже была сильная. Тут у нас близкий сезон. В этом сплите получился у них две команды топовые и две команды средние. Остальные все аутсайдеры получились. Поэтому Legacy с Чифтейнами в финал, типа, должны играть. А вот эти две ещё могут попытаться зацепиться как-то за это. Ну, всё, да, вижу. Ангел Куба, понятно. Тогда понятно, почему не было. В чемпионате Китая ничего не поменялось. В сетке, как и осталось топ-8 команд, когда мы последний раз стримили, так и остался топ-8 команд. Единственное, позицию Естары свою... Ну, с большей степенью потеряли первую позицию. Теперь они третий и слэш-четвёртый. Ну, а всё остальное снизу так и осталось, как и было тут. ОМГ, Royal Never Give Up, вот чуть-чуть только пониже стали. Но не волнуйтесь, за них у них всё будет зашибись. Хотя они три игры подряд проиграли. Ну, что ж, там у нас две минуты до матча. Давайте, как обычно, погеогейсим одну игру. Ну, может быть, две. Спасибо, там много подписок на канал кто-то оформил. Только что большое спасибо. Рэдди, Татаки, Грейту и Мистер Лэйди. Мистер Лэйди. Так, мы опять в поле попали. Я в какой-то попал раунд, где мы попадаем в поле, причём в то же самое место. Постоянно такое впечатление. Ну, ладно, здесь немножко по-другому всё выглядит. Всё штуки. Ну, мне не нравится, что мы ничего выяснить не можем из этого выхода. Ну, где я? Ты где угодно, мы даже в Латвии можем быть. Я серьёзно. У нас такая же местность будет. Хотя, нет, у нас деревянных этих уже нет. Америка. Да, я на Америка думал последние четыре раза. Ну, давайте. Это я уже всё равно не угадаю. Так что давайте попытаемся в Аризону снова попасть. И, ну, в этот раз хотя бы Америка, только это Северная Дакота была. И давайте последнее. Ну, наконец-то что-то не с полем связанное. Здесь хотя бы железная дорога есть. Паул. Здесь живёт Паул. Кто такой Паул? Павел, в общем, здесь живёт. Опа! А Павел-то-то наркоторговец. Посмотрите, он тут забетонировался. Но у него спутник стоит. Забавно, знаете, забетонированные окна, но спутник стоит. Ну, видимо, спутник просто была лень снимать. Трактор какой-то. Это мой пешком, не это машина. Что-то я резко куда-то проехал. Ну, ладно. Ещё речь и проедем. Бэмбик какой-то стоит. Это же Бэмбэ? Нет. Опять. Ханда. Коммершиал стрит. Опа! Это Британия, скорее всего. Либо, ну, опять же, США. Надо понять по тачкам. Фордешник. Фордешник. Одна Хонда там могла бы появиться. А здесь у нас что? Этот GMC. Это на США больше похоже. Именно США. Но это штат какой-то с маленькими посёлочного типа городами. Да, и надпись стоп полуквадратный. Это точно США. И ещё один фордешник. Вот Ford у них выше крыши. Ford у них просто обожает. Он ещё Chevrolet. Всё понятно. Мы в США. Осталось понять, где мы в США. Колорадо. Ну, вот, кстати, это Джорджа. Вот, короче, сейчас покажу, как я думаю. Я думаю, это вот что-то вот из этих штатов. Вот как-то здесь. Колорадо человек. Кто-то сказал, с чатикой Колорадо где она была? А я не знаю, где Колорадо. Без понятия. А, Колорадо по центру. А почему ты решил, что Колорадо? Мне кажется, ну, это явно не Чикаго вот эти, а вот эта вот часть. Миссури, Теннесси, Кентукки. Каролина тоже вряд ли, потому что там многоэтажек много. Это центр США. Ты думаешь, это Редники? Но это не похоже на Редников. Посмотри, как здесь люди живут. Это Редников не смахивает вообще. Вот как раз, да, это Старая Англия. Вот. А Старая Англия, она здесь тусила вся. Возле Флориды, как раз. Там, где Филадельфия. Звезда на доме же. А, там была Звезда на доме? Опа, это Техас. Где там Звезда на доме была? Давайте назад чуть вернемся. Говорят, я Звезду на доме пропустил. Тогда это Техас. Звезда на доме. Это флаг есть американский. Теперь мы точно знаем, что мы в США. Еще один флаг. И все. Справа дом, который здесь. Нет тут ничего. Ну, короче, чатик говорит, что мы в Техасе. Тексасе. Ну, поскольку там уже драфт, да, уже драфт. Ну, давайте поверим, что мы в Техасе. Это не Даллас, скорее всего, какой-нибудь Устин, что-нибудь такое. Сан-Антонио. Нет, давайте вот сюда. Мы были на улице Коммершал-стрит. Это штат... Я без понятия вообще, что это за штат. Штат Нью-Йорк, кстати говоря. Ну, или Пенсильвания, не знаю, где тут у них граница. Рядом с Питтсбургом и Буффало. Это Баффало Сейберс. Ну, я сразу сказал, что это не Редники. Мне это не понравилась идея с Редниками ваша. Но я бы чуть-чуть ближе был бы. Но Пенсильвания, да. Репорт чатик. Не, ну, у нас времени не было. Мы в перерыве, вы знаете, балуемся им периодически этим, чтобы не сидеть 3 минуты и говорить ни о чем. Лолеры, кто вин карту 5? Пока еще никто не выиграл. Только начинается игра. Флайквесты выбрали. У них было право выбора стороны на пятую игру. И они выбрали себе играть на синей стороне, потому что на красной у них вообще ничего не получилось. И начинает с сета. К этому сету получают они от Рокса в лицо. И Офелия. На Офелия Флайквеста отвечает в кои-то веки через другого чемпиона. Варуса. Варуса плюс Трэша. Это кетч-сетап. Очень хорошее выстраивается у команды Флайквест. Да и Тимфайт есть. Можно будет добавить на мидлейн очень сильного чемпиона. Ну, а что касается команды ТСМ, они забирают себе Наутилуса, чтобы контрить этого Трэша. Но сейчас он уже не так популярен. Но этот контрпик раньше, он, конечно, реально был очень жестким контрпиком к Трэшу. Потом занертили немножко Наутилуса, и он стал из-за этого не самым крутым, он скорее скиллбейст стал. Лебланк, Зоя. Такие баны от команды Флайквеста, а ТСМ поработали по леснику. И забирает себе, конечно же, одного из этих лесников, который контрит с Джарваном и Трандлом, Сиджуани. Усиливая свой магический потенциал, тем более, что у них магического урона практически нет. Ну, и придется Бьерксену потом брать еще мага. И очень похоже, что это будет Зиллиан от Бьерксена. Четыре танка и Офелия. Они сыграют вот такую комбинацию. Команда Флайквест. Догадываясь об этом, я бы не шел на их месте, на Азира играть, потому что, ну, там как раз-таки Зиллиан. Надо бы сделать пик сейчас такого чемпиона, который контрит и Зиллиан, и Азира одновременно. А такой есть в игре. Но Флайквесты остаются на своем. Настаивают на том, что надо брать Азира. Забирает его. Ну и Олаф, оставшийся лесник. Тут больше никого брать. Если так задуматься, в чемпионате Америки некого брать. Ну и Зиллиан здесь появляется, это очевидно. Четыре танка и один керри команда ТСМ выбрала. Ну, у них, типа, Зиллиан, он обилити пауэр урон наносит. Тоже является хорошим керри, но все же не таким крутым. И лейтгейм чуть-чуточку будет за командой Флайквест, как мне кажется, если сейчас Зиллиан залакинет. Но команда ТСМ решает сделать жесткий контрапик. Неужели Бьерксен, который побрил с аналаса, сбрил бороду, сбрил усы? Я вам показывал его фотографию, которая сейчас у него есть, как он выглядит. Этот Бьерксен похож именно на как раз-таки Эко. И забирает он себе его. Ну что ж, Эко финальной партии против Азира. Эко является прямой контроль к Азиру, поэтому процентики теперь становятся немножко другие. Начало будет очень сильное у команды ТСМ. Мидгейм будет тоже очень сильный у команды ТСМ, но лейтгейм они все равно будут проигрывать. Просто до этого у них не было очень сильного и орли и мидгейма. Он был просто и орли и мидгейм. Покажи нам Бьерксена. А там надо смотреть снова, искать на реддите этот пост. Я же эту картинку не сохранял на компьютер. Ну ладно, давай обманывай, сохранял ее. Но я вам не покажу. Я уже просто столько всего сделал с этой картинкой, она теперь мне стала как родная, как моя... Ну вы поняли. Ищите Бьерксена на Бангокампах, да? Он там сейчас обитает. Сейчас все очень быстро, ТСМ закроет и пойдем спать. Так вытри и покажи нам. Предикт! Предикт, приди. Офигеть, тут задержка. Там уже шестая минута идет. Да, есть такое. К сожалению, это не тут задержка, это задержка везде, потому что мы смотрим с официальной трансляцией. На моей задержке... Я вам даю без задержки стрим. Там 3 секунды, 5 секунд, которые есть. На Гудгейме 3 секунды, на Твиче 5-7 секунд, в зависимости от региона, где вы находитесь. Но сами Райтгеймсы нам пускают стрим с задержкой огромной. Но поверьте, это даже не огромная. У них была задержка еще больше. До этого была она 15 минут, и это смотреть было ребятам, которые ставочки делают. вообще невозможно. Сейчас это более-менее хотя бы можно. Брат, стрим же называется анализ. Go predict от тебя. Предикт, я сейчас скажу, не волнуйся, что-то торопишься. Я хотел руны увидеть. Руны очень важны в Лиге Легенд, потому что без них мы не можем сделать нормальный анализ. Сейчас вот руны я увидел, вижу, что никто не взял ничего сверхъестественного. Все стандартно. Бьерксон мог пойти через какой-нибудь Файз Раш, но он решил электрокьют дефолтный сделать. И в итоге у нас получается процентики за командой TSM начало 60, Midgame за командой TSM 60-65, и Late, я думаю, за командой FlyQuest 65 тоже процентиков. То есть как-то так. Начало игры это первые 15 минут, Midgame это с 15 по 30-35 минуту, и Late начиная с 35-ой и позже. Там в зависимости от того, сколько по золоту отставить дракону, у нас первый будет инфернальный. Это приятненько. Ну, я просто не хочу, чтобы просто душа инфернального дракона поменяла игру. Будем надеяться, что выпадет Клауд, Дрейк, душа, и тогда все будет зависеть от скилла. Далейта не дойдет. Ну, варианты, конечно, возможны, потому что команда TSM перед этим разгромила своего соперника, не дав дойти до Late Game команде FlyQuest, а сейчас у FlyQuest еще более терпильный сетап. Игнар интересный плей сделал, он зашел за стеночку, чтобы имитировать свою ротацию, либо хуком отработать, но страшнее стало WildHort, потому что в него там хук мог кинуть на Утилус. Санторин решил через Смайт зафармить этот кемп, он зашел в Чужой лес, вы видели, обокрал там у Сиджуани кемп, и решил здесь через Смайт как можно быстрее получить третий уровень, видимо, чтобы успеть на свой красный баф, если Дардог решит туда идти. Но Дардог решает выйти на Бьерксона, ой, извините, ну, или к Бьерксону на Пауэр-Афаула, походил-походил и передумал. А Олаф, что теперь будет делать? Олаф не идет почему-то в свой лес, он идет отсюда, находит Дардог, а тот успел у него забрать кемп, но один маленький украл, или там, скорее всего, один большой украл. В смысле, более терпеливый, не терпильный, это же у них в прошлой игре терпел, просто они взяли темп, который играть не умеет, нифига, и слили. Не, но я не про эту игру говорил, а про другую игру говорил, не про предыдущий, у нас же сегодня четыре игры было, там просто был похожий сетап у команды FlyQuest, но они хотя бы там с началом игры играли, а здесь ловят они Дардог и убивают его, и большие проблемы сейчас у команды TSM могут возникнуть в дальнейшем, потому что они только что потеряли своего лесника, четыре игрока команды TSM пошли защищать вроде лесника, посражаться, чтобы за краба, я вот такие сражения вообще не понимаю, зачем они происходят, для SoloQ это нормально, но для чемпионатов влить игру, ведь потеря лесника в такой стадии игры, она очень сильно может повлиять на партию, да, BlueBuff трансфер еще, и теперь Азир с синим бафом, он сейчас из-за этого выиграет еще и Midlane, то есть это такие сражения, которые совершенно не нужны, ну и конечно же Олаф после забирания первого краба идет на второго краба, Дардог и туда идет, говорит, ну хотя бы за этого повоеваем, нет, за этого Бергсон говорит, точно воевать не будем, я из-за того-то не хотел, какой примерно процент всех чемпионов Лоли играется на прост сцене, у нас мета меняется регулярно, на данный момент именно про сцена высокого уровня, то есть мейджор лиги, так называемые четыре лиги теперь у нас, это Европа, Корея, Китай и Америка, в них уже сыграли более 60% всех чемпионов, а если взять все лиги, то сыграно уже более 80% чемпионов, вообще этот сезон считается пока что самым разнообразным по чемпионам, но опять же ты не забывай, что сыграть чемпиона, там одна-две игры и играть постоянно, то есть сет, например, самый популярный, и поэтому тебе кажется, что сет в каждой игре присутствует, потому что так оно и есть. Прощай, Соло. Очень агрессивно он решил с Брокенблейдом дуэлиц, он имел преимущество по фарму, поэтому решил довести это до логического завершения, типа убийства Брокенблейда, и потом, мол, в Соло выиграю эту игру, но Соло умер Соло. Индивидуальная смерть в такой момент игры совершенно не нужна, а у нас флэш, Воу, воу. Игнар пытался флэш-хук прописать по противнику, который реколится, кинуть фонарь для Соло, все, он это сделал, но не попал хуком. Единственное, единственное, что он не сделал, это не попал хуком, ребят, к сожалению, ну или к счастью для команды ТСМ. Флэш на флэш же разменял, да это-то какой? Ну окей, флэш снял, полезно. А за это время тут Тортл перестал фармиться, и теперь у них нет обзора, и теоретически ТСМ могут дракона забрать. Идея-то была, конечно же, попасть в хуком и килл сделать. Флай пока выровняли игру. Ну, как выровняли, вышли вперед, ну, то есть идут очень хорошо впереди, ТСМ должны сейчас их доминировать, но у них это не получается. Дракона забирает у нас сейчас Санториан, скорее всего, никто ему уже не помешает, да, и океанический. Следовательно, у нас либо Клауд душа 50 на 50, что она выпадет, либо выпадет в других 50% случаев душа маутинская. Маутинская погоду сильно исправит. Флайквесты под Маутин Дрейком будут просто неубиваемые, а команда ТСМ точно так же. У них Эко станет бессмертным просто. Жесть. Ну, я имею ввиду периодически, условно, два пика за весь турнир не в счет. Ну, периодически это 60% и будет оставаться те же самые. Инициация со спины у нас Сол, он туда пробежал со спины, дал ульту, цепанул Брокен Блейда, продамажил его, вперед берет топор, топор за хвост, хотел сказать, берет Санторин и попадает этим топором свинину, свинья погибает, и счет становится 0-2 у свинины и одна смерть. И ровно такой же счет у нас на табло. Это плохо для команды ТСМ. Они реально, ну, как будто их сейчас окунула команда Флайквест лицом в их место, знаете, как собака иногда делают, где твое место, мол, и так ткнули носом, вот ваше место. ТСМ, вы что, думали, вы нас победили в предыдущей игре? Мы просто не умеем играть на красной стороне, сказала команда Флайквест. Черепашка вот так проиграл чуть-чуть по фарму, один кемп, там, два кемпа. Это связано с тем, что Игнар ротацию делал, но он тогда флеш снял же, видимо, это принесло плюсы. Ну, а Дардок уже грустный, идет в чужой лес, обворовывает здесь хотя бы что-то, потому что его лес полностью обворовали, и там все завардели. Вместе с Бьерксоном они хотят пойти вниз. Олаф это дело читает, начинает спускаться тоже туда, перепрыгивают, и сразу идут на Тавердайв. Игнар четвертый уровень, Вайл Тортл шестой, W нажимается, Тортл очень плохо флешится прямо в стан, и, к сожалению, его здесь, наверное, убьют. Но перед этим, возможно, какой-то ответный килл сделает команда Флайквест. Не перед этим, а чуть позже. Сделали они килл, и приходит сюда, Пауэрфилл цепляется за Коба, Коба убивает, и Дардог тоже в беде, это 0-3 Коба, не, 1-3, он один килл еще и себе забрал. Это конечное, ребят, это конечное, походу, это конечное. Но я не совсем понял, они по пинг-ворду пробежались, игроки команды TSM, и первый пробежался, и второй пробежался игрок, и шли на этот тавер-дайв слишком, во-первых, предсказуемы, а во-вторых, еще и по обзору. Так, конечно, не надо делать. То есть на этом тавер-дайве они потеряли трех игроков, убили одного, при этом убили Варуса, который опыт заработал, килл не заработал. И все. Флэш черепахи на X-Level. Да, какой-то странный флэш был, я не понял, от чего он доджил, но он прибежал уже на туплейн фармиться, потому что там свап сразу сделал команду флэй квест после смерти своей на бутлейне. На мидлейн переместился сет, а Азир сейчас на боте отпушивается, у Азира уже 3 килла. Жесть. Ну и Санторин забирает здесь объект. Реально похоже на конечную. Ну тогда я, значит, полностью угадал результаты этой всей серии, сказав, что флэй квесты выиграют 3-2. Хоть что-то наконец-то ее угадал. Флэй квесты имеют сейчас раскормленного уже Азира, следовательно, за следующий дракон они смогут воевать. Плюс Олафа имеет свой колоссальный теперь пауэрспек, у него уже целый предмет, на базе наверняка ботинки есть. Дардог вообще ничего показать не может, у него минус 2 уровня, он продолжает инвейдить Олафа, как к себе домой заходит в этот лес, но это заканчивается очень плохо. Санторин решает не бэкаться, а вызвать Геральтку на мидлейне. Бергсон на все это смотрит, это дело грустными глазами, теряет свою вышку на мидлейне. Да, это конечное все, ребят. Но нужно чудо, чтобы произошло, чтобы команда ТСМ камбэкнулась в этой партии. Просто какое-то невероятное чудо, при этом непонятно, где его искать, это чудо. Убивать Варуса, так Варус денег ему не даст, он будет просто сейчас на боковых линиях дофармливать своих крепчиков. Убить Азира не получится, нечем просто его убивать. Убить Олафа с горем пополам можно, конечно, но даже убив его, вы не сломаете игру, потому что Олаф и не собирается уходить в лейт. Это не лейтгейм чемпион. Ротация. Дракон отдает команду флайквест, но я говорил, что они любят так вот играть. Мне это не нравится, я считаю, это неправильный розыгрыш. Они очень любят вкладываться в деньги, особенно, если играют в лейтгейм сетапы. То есть дракон, да пусть забирает ТСМ и дракон океанического, нафиг он нам не сдался. Мы заберем лучше вышку на топ-лейне, заберем вышку на бот-лейне и золото наберем больше. А они пусть со своим драконом там возятся. ТСМ надо было и дальше с покерфейсом ничего не делать. Но они почувствовали это вот кровь в четвертой игре. Команда ТСМ победила флайквест в предыдущей игре, они такие, опа, а мы можем их задуэлить. Ну, типа, просто побеждать. Не надо даже с покерфейсом сидеть и ждать ошибки оппонента. И решили попытаться в этой игре так же сыграть, только не вышло. А почему не вышло? Ну, потому что из уникальных чемпионов они взяли только эко здесь, все остальное читалось как открытая книга. Так это было Майнд Геймс в прошлой игре? Нет, я думаю, флайквесты реально проиграли прошлую игру. Просто им не самый удачный сетап получился, ну, они такие, не любят чемпионов таких играть. Плюс, видимо, сторона не самая их любимая, красная. А сейчас на сеней, где можно как раз 3-2 комбинацию выстраивать, они все выстроили. При этом еще и умудрились два контрпика себе урвать. Ну, как контрпика? Легкий матчап для сета, это не контрпик, это легкий матчап для сета все же. Вообще, для сета все легкие матчапы. Давайте начнем с этого. И, конечно же, Олаф. Вот это контрпик. Броконблейд там прыгает, кушка пытается подамажить, не получается даже попасть в соло. Фарма нет, минус 40 фарма у Сиджуани, минус 20, почти 30 сейчас фарма будет. Соло преимущество имеет. Адакерин наравне идут по фарму, но Варус Келетс примерно так же хорошо, как и Офелий, плюс у него есть трэш как раз, чтобы его вытаскивать из беды, если что. Да и Азир будет откидывать людей. Че, там спойлеры забанили? Я видел, он там спойлер начал кидать. Ну, тайм-аут можно дать, да. Тут, как бы, спойлеры не надо, люди же смотрят матч, это самая прямая трансляция, другой просто нет. И такие дела. Так обсуждать можно игру, но без спойлеров, пожалуйста. Если кто-то из вас там сидит, что, модеры есть? Модеры есть везде. А как же крокодил? Ну, да, крокодил хороший контрпик сет, соглашусь с тобой. Шесть коэффициент, забирая, пацаны, там, ребята, реально, на шесть коэффициент хотят поставить. Сегодня один парень ставил, кстати, это было в матче предыдущем, да, он там, например, такой коэффициент ставил, правда, он сказал, что два рубля поставил, ну, наверное, это он так образно сказал, два доллара, он хотел сказать, два рубля. Так что он сегодня бухает на свои 12 долларов, так что может тоже поставить два доллара. Но по вышкам что-то какая-то проблема. О, какую интересную статистику. Ждал 15 секунды, о, извините, 15 минуты английский комментатор, чтобы статистику эту сказать. Он говорит, лучшая игра в этом году для команды FlyQuest по темпу и по золоту именно за этот год. Они идут впереди 6 тысяч, и сколько он там сказал, 400 золота, 6 тысяч 400 золота к 15-й минуте. Такого результата никогда они не показывали в этом году. Это лучший их результат. То есть, это самый крутой старт, и при этом у них сильнее лейтгейм. Понимаете, да, насколько они сейчас впереди? Мне сейчас команда Cloud9 на все это дело смотрит и думает, да, это плохо, потому что FlyQuest и форму набирают во время плей-оффа. Когда остальные команды теряют форму, ой, это что-то, соло оказался, как обычно, соло, отфлешивается, вот цепляет, хукает, убивает, скорее всего. У него W есть, но этот W ему здесь не поможет, да. Келец заработали, но 4 рыла сюда пришлось отправить, чтобы его убить. Но наутилл здесь не был нужен, про наутилл все равно ничего сделать не может. Ну, а команда FlyQuest за то, что отдали килл, заберет Геральтку и с этой Геральткой будут пушить какую-то линию дальше. ТСМ вытащить могут, но и чудо им нужно. Им нужно чудо, чтобы вытащить это. Они очень сильно отстают. То есть, это как раз та ставка, где я бы никогда в жизни не пошел ставить. Ставить надо было до матча, когда коэффициенты были хорошие на обе команды. И на FlyQuest тогда надо было ставить, конечно. Конечно, если вам говорю, что FlyQuest победит. А сейчас я не знаю. Не, ну, ради прикола там 100 рублей можно поставить. 2 рубля. Рободон на Азире. Вау! Спасибо за подсказку. Я даже не представляю на Power of Evil со своими крэйзи билдами, как обычно играет. Просто Рободон. Окей. После этой серии Valorant они, наверное, на сегодня уже пойду отдыхать. Завтра стрим днем запущу. Там, может быть, аналитику какую-нибудь поделаем. Попридумываем, чем заняться. 185 фарма у Азира на 17,5 минуте. 3,01. Рободон на шортус. Это просто машина какая-то для убийства. 5k фарма и товара. Они комбетчатся в лолке. Серьезно? Нет, комбетчатся, но здесь просто игра совершенно другая. Команда FlyQuest обладает гораздо более сильным лейтгеймом. То есть проблема команды TSM в том, что у них времени осталось очень мало, чтобы выиграть эту игру. Просто они со своими чемпионами не смогут победить команду FlyQuest. Кэшкомбетчатся. Просто из-за их чемпионов это не комбетчатся. Телепортация идет и, судя по всему, они опять будут Товардаев делать в Соло и опять в пятером туда приходят, но в четвером. Один игрок только остается на защите. Соло долго живет на развороте. Кого-нибудь убьет? Нет, вышку скорее быстрее убьют. Да, Дардок остается в живых. Отыграли они вышку и убийство, но за это вышка та самая, которая снизу в НДФендилась Бергсона падает и вышка на мид лейне золотою даже больше заработала команда FlyQuest, потому что умирает у них игрок, который вообще денег не стоит. Он там 0-3. Кого-нибудь там убивает вообще. Как ты понимаешь, с Доты пришли. Он там какой-то чемпионат наверное по Доте закончился и ребята пришли посмотреть матч. Насколько будешь стримить? А, это все? Это последняя игра на сегодня? Так что дальше не стримим сегодня. У нас и так стрим идет уже 12-й час. Эти еще TSM с FlyQuest решили 5 игр сыграть сегодня. Спасибо им. Мне кажется, даже не 12-й час, я табнуть посмотрю время. Да, 13-й час идет уже, ребят. 13 часов стрим. Никто не донатит, но все хотят предикты. Это да. Там сейчас в Доте такая клоунада была от Cloud9 и подписали состав американский, они уже 10 подряд проиграли. Ого. Это не очень хорошо для Джека Тиера. Я решил он деньги вложить в Доту и вложил, видимо, не очень удачно. Даешь 24. 24-й часовые стримы, если делаются, то, во-первых, с подготовкой, а во-вторых, с донатами. А тут ничего нет. У Cloud9 везде печальные составы. Особенно в Лиге Легенд. Очень печальный состав. Чемпион уже Америки, считай, заранее названный. Причем, что Академия состав, что это. Но, наверное, по КСу и вправду они плохо играют. Хотя у них там вроде и Фортнайт состав еще есть, насколько мне известно. А, Лол не игра? Не, ну это, конечно, да. Я согласен. Лол вообще, но я удивлен, что кто-то вообще играет. Это точно не боты играют сейчас? Там можно проанализировать СНГ Лигу и какие-то еще там есть плей-оффы. Где там? Чего-то там анализировать собрался. Сейчас уже все закончилось. Сейчас ночь на дворе. Мне нравится, как Брокен Блэйд как от стоячих убежал. Но там, правда, Тортл еще на него выбегает, кидает, и кто-то промахивается. А вот у Тортла могут возникнуть проблемы, правда, Брокен Блэйд также точно кидает заклинания, как и Тортл. Тем временем, Пауэр оф Ивол развлекаясь, играючи сломал вышку на топ-лейне, не может его идти останавливать Эко никак, потому что Эко просто отлетит от него. Эко ищет боковые фарм какой-нибудь, находит периодически, что-то еще себе берет. Рассели, ребята, наверное, игры найти не могут. И, ну, это как всегда. Да. Войт Став сейчас возьмет Озир. Ну, по логике, ему надо бы его, наверное, начинать делать, потому что противник должен будет, честно, собирать начать магическую защиту. Он видит, что он решил играть через маску, что вообще очень странно, чтобы, видимо, Сиджуани за секунду убивать. Но, мне кажется, Резалка отхила гораздо эффективнее в данном случае была бы. С другой же стороны, он будет сейчас ближнебойников убивать очень быстро. Он Байфрост. Байфрост просто пропал с карты. Сет влетает, убивает. Сразу же игрок первый погибает. Да, красивенько. 6-5 становится счет в этой партии. Прилетел Брокенблейд, нажал крылышки свои и бегает. А это дракон у нас получается, значит, да. Хотя, не усмите, там Бьерксон, какую инициацию делает по Санториуму. Тут нажимает Джонни, прячется внутри. Бьерксон выцеливает свой хороший прыжок. Плюс у него, не, у него нет стоп-вотча еще. Нет Джонни, у него никакой. То есть ему придется просто прыгать. Тем временем, там каким-то образом Пауэрофуэлл поймал Дардока. Не знаю, что это произошло и как, но он это сделал. Бьерксон прыгает, пытается убить Соло. Соло под свои даблы и остается в живых. И Бьерксон ультой возвращается назад, затроллив таким образом им надо было и этого Дракона отдавать без боя, еще чуть пофармиться. Видимо, они посмотрели на Азиры и поняли, что если еще потянут время, то Азиры еще сильнее станет. Но, ну и вот вы провели битву и че? Победили? Нет. Что для новичков посоветуете? У меня видео есть много на канале основном на Ютубе. Для новичков можешь посмотреть там. Гайдики разные. И по саппортам есть, и вообще по всему. Даже по Соне есть отдельный гайд, как играть. На Шору забирает команда FlyQuest, конечно, теряет много здоровья, потому что там сразу же в них заклинания полетели. И за это ТСМ сломает вышку наконец-то на Мидлене, которая им мешала заходить в Чужой Лес. Теперь они могут заходить в Чужой Лес, правда, у противников теперь есть на Шору. Нет, тут я думаю уже все. Конкретно тут я думаю уже все. Хотя мы помним, как команда FlyQuest с трудом заходила на High Ground во всех сегодняшних партиях. Они, по-моему, ни разу нормально не смогли зайти с первым на Шору на ингибиторы противника. Может быть, сейчас у них возникнет такая же проблема. Но я склоняюсь к тому, что они нормально сейчас зайдут. Уж слишком хорошие у них чемпионы. Там уже маска полностью законченная у Азира. Забейте просто. Сейчас в Леандре три солдата и Наутилос просто будет умирать, не успевая даже ничего сделать. Поднимаются. Дардох опять начинает их зонить своими заклинаниями. Но оказывается, здесь вышки уже нет. Соло ее сломал. И что-то как-то ингибиторы посыпались. ТСМ-ы просто стали сторонними наблюдателями того, как флайквест им ломает базу. И влетать точно нельзя сейчас. Если ворвутся, ТСМ, они проиграют игру. Если не ворвутся, процентов там три-пять остается у них еще на победу. Тут 10к перевес уже ничего не сделать. Но тут, опять же говорю, конкретно в этой игре проблема с драфтом. ТСМ-ы должны сейчас лидировать 10 тысяч и у флайквестов еще шансы бы сохранялись. Надо просто потерпеть 10 минут и флайквесты будут хороши. Но здесь флайквесты уже предметы будущего собрали. Их чемпионы уже в лейтгейме. А ТСМ-ы еще не перешли даже из лейнинг-фазы, судя по их предметам. Ладно, там Офелий перешел, конечно, уже лейнинг-фазу, но ради шутки можно было так сказать. То есть, как бы они застряли в другом совершенно веке по развитию. ТСМ-ы вон тут ловушечку делают, там топором проверяют, видят, где враги. Даже не пытается игнар кидать хуки, потому что это вообще не нужно. Они спокойно могут... Нет, все же влетает, все же ловят, они бои фроста, и я уж подумал, они совсем не собираются трогать команду ТСМ, просто будет с нашур-бафом дальше пушить, потому что он еще 5 секунд будет оставаться, ульта Варуса мимо, Коба остается неуязвим, хук мимо, Дардог делает инициацию, Брокенбейт какой-то там маленький урон наносит, Сет просто делает врыв вперед, стяжку по двум игрокам, Коба говорит, у меня даже оружие плохие, чтобы воевать, у него просто синие и фиолетово ловит Бергсон, он назад нажимает ульту, отпрыгивает, вот она пролетела ульта, взрыв, ну, да, ульта наносящая 0,0 урона, ничего уже не могло помочь здесь в команде ТСМ, после такого, наверное, ошибка главная была даже не в драфте, а в товардайве, том нижнем, и ужасно играет Сиджуани, сражение за первого краба не нужно, ганг на топ-лейн не нужен, товардайв на бутлейне не нужен, три вот этих действия подряд, жестко потеряли темп для Сиджуани, она пропала из игры, и еще синий баф достался Азиру, и поэтому Бергсон, играющий на Эко, который является контрпиком, Казиру вообще не мог ничего сделать, ведь там постоянно мана была у Азира, Азира может постоянно быть со щитком и солдатами, вот тебе и игра. 2-3 в пользу команды FlyQuest, именно такой результат я и предсказывал сегодня, когда мы начинали, и соответственно у нас получается ситуация такая, на следующей неделе выходные у нас играются 18-го числа Evil Genius против команды FlyQuest, а Cloud9 19-го числа, то есть на следующий уже день, ждут своего соперника, это финал, Cloud9 непонятно пока с кем. Cloud9 будет молиться, чтобы это была команда Evil Genius, потому что Evil Genius послабее выглядят, хотя они вроде карту у них отняли, но сами Cloud9 говорят, что FlyQuest не хотят иметь в соперниках, но Evil Genius с FlyQuest, это рематч вот этой серии, тогда она закончилась 3-1, но в реальности она могла закончиться и 3-2 в пользу FlyQuest, они поздно сообразили, что надо Solo было выпустить, потому что Solo они сыграли 1-1, причем жесткий бэкдор от команды Evil Genius, то есть это 1-1, а вот с другим своим топ-лейнером они проиграли 0-2 без шансов. В чемпионате Америки такая ситуация, вот в чемпионате Европы сейчас прогрузится, в чемпионате Европы схожая, ФНК сидят в финале, G2 с Мэдами матч и реванш, где 3-2 G2 троллили, но чисто могу сказать они и сегодня троллили, просто троллинг против команды Origin работает, а вот против команды Мэд вряд ли будет так работать, и Мэды могут снова их победить, но посмотрим, это будет на следующей неделе тоже, и там у нас получается 18 числа и на следующий день финал против команды Fnatic, которые ждут их уже, потому что следующая неделя чисто финальная для чемпионата Европы Америки, ну а Корея она у нас в будние дни будет, но на сегодня все, эфир завершен, увидимся соответственно завтра на соло кустриме, посмотрим, что там получится, что там будет по играм, ну а сейчас все, всем пока, всем счастливо, увидимся, когда увидимся, ты уже говорил, потому что кроет 13-й час стрима как-никак,